Я буду использовать тафту и фатин. В первую очередь просчитываю расход тафты. На этот расход у нас здесь влияет несколько параметров во первых формула радиус 1 и радиус 2 также влияет ширина пояса которая зависит от ширины резинки так как у нас юбка с поясом на резинке и так радиус 1 мы высчитываем по формуле 1 2 полуобхвата талии плюс 5 вы можете использовать свою формулу радиус 2 равен радиус 1 плюс длина юбки не просто длина юбки а рабочая длина рабочая длина юбки что это значит у нас есть длина юбки у меня в данной ситуации 28 сантиметров у меня будет еще припуск на шов это влияет на количество на расход материалов длина в готовом виде 28 рабочая плюс 1 сантиметр 1 сантиметр это припуск на шов и так рабочая длина 29 сантиметров радиус 1 полуобхват талии полуобхват талии по замеру у меня 26 сантиметров но у меня еще будет рабочий полуобхват то есть рабочий будет больше чем естественный так как юбка на резинке и мне ее нужно сделать в талии пошире чтобы можно было легко проникать без всяких молнии и иных застежек и так полуобхват талии естественный 26 сантиметров я не хочу сделать на 6 сантиметров в полуобхвате больше то есть на 12 сантиметров в полном обхвате буду делать юбку больше и того полуобхват 32 сантиметра вот в эти формулы я подставляю вот эти параметры рабочий полуобхват и рабочую длину и так радиус 1 будет у нас равен 1 2 от 32 1 2 от рабочего полуобхвата талии от 32 плюс 5 получается 16 здесь у нас и здесь плюс 5 21 сантиметр радиус 2 у нас равен радиус 1 плюс длина юбки рабочая итак радиус 1 21 рабочая длина юбки 29 и того 50 сантиметров то есть расход на саму юбку 50 сантиметров плюс у нас будет по срезу еще небольшой участок для припуска по среднему шву возьму допустим 52 сантиметра 52 и ширина пояса как я уже говорила зависит от ширины резинки я заранее просчитала ширину пояса еще в процессе я покажу как я это делала для того чтобы сейчас немножко полегче вам было эту информацию воспринимать я возьму ширину пояса 7 сантиметров у меня она там по расчетам 6,8 в процессе вместе с вами я еще покажу как ее просчитывать итак 52 плюс 7 это 59 сантиметров то есть расход на юбку на саму юбку 52 я взяла и 7 сантиметров вот на то чтобы выкроить пояс так как юбка у нас пояса 59 еще один фактор влияет на расход материалом когда вы идете покупаете на одну только на одну юбку у нас я не знаю как в той местности где вы живете продают материалы но у нас очень многие материалы не режут ножницами а надрезают в нужном месте потом разрывают из-за этого многие материалы многие или некоторые но во всяком случае вот сейчас тот материал с которым я работаю этот автоподкладочная закосили закосили очень сильно закосили приблизительно на 20 сантиметров поэтому изначально зная этот нюанс и никуда я от этого деться не могу значит я беру себе не 59 а беру себе 80 сантиметров то есть на 21 сантиметр больше я покупаю так вот моя тофта вот те 20 сантиметров на которые закосили и поэтому приходится покупать больше вот этот участок сейчас для построения мне нужно выровнять я складываю кромка к кромке вот таким образом по длине весь свой отрез и вот от этой линии я уже здесь построю сейчас новую по которой я буду и ориентироваться то есть я построить сейчас должна фактически прямой угол от этой точки это будет у меня центр от которой я буду отказывать первый радиус а затем второй радиус и так как вы уже поняли я откладываю первый радиус так у меня радиус 1 по просчетам 21 минус мой припуск на шов из этого 21 я вычитаю 1 сантиметр то есть размер припуска если у меня припуск допустим 1 и 2 или полтора значит я должна вычесть вот это вот эту цифру 1 и 2 или полтора у меня один поэтому один сантиметр я вычитаю сразу строю радиус можно давайте назовем его радиус 1 рабочий и так все время я откладываю 20 сантиметров по линейке замеряю в эту точку ставлю нолик и здесь останавливаюсь возле 20 и строю дугу дольше рассказывать чем делать делать очень быстро если у вас мало опыта чем гуще вы сделаете эти штрихи тем лучше теперь откладываем радиус 2 тоже вот из этой же точки подобно радиусу первому и так радиус 2 у нас 50 сантиметров у вас ваша мерка может быть другая это у меня он 50 и так я отложила 2 радиус но еще мне нужно отложить припуск на шов по линии середины спинки вот эта линия будет у нас линии середины спинки вот она у нас будет проходить от нее получается я сейчас ближе к себе должна сделать шаг то есть вот таким образом отложить 1 сантиметр то есть вот эта линия у нас 1 сантиметр и вот сразу хочу вам показать смотрим на эту линию у меня горячий утюг вы видите линия исчезает серия пилот ручка пиши стирай если вы постоянно занимаетесь шитьем вам подобную подобная ручка пригодится итак теперь я беру и выкраиваю сейчас на этом этапе лучше сколоть булавками чтобы у нас ничего не поползло не поехала вы можете чуть раньше сколоть булавками тут уж кому как удобно продвигаем лезвие ножниц не . нашим все заготовка теперь я беру чуть-чуть приутюживаю делаю ножницами небольшую такую засечку как бы галочку теперь вот эту линию только что заутюженную я кладу к синей линии чуть-чуть приутюживаю на уровне боков это же делаю небольшую засечку длиной где-то 57 миллиметров глубина вот этой вот птички такой и здесь соответственно если раскрыть тоже вот она есть еще из тофты мы выкраиваем пояс я чуть-чуть приутюживаю свой материал чтобы было удобней его выкроить длина пояса я сейчас его построю с небольшим запасом на длину нашего пояса влияет наш полуобхват талии рабочий плюс припуск на шов в качестве припуска я здесь тоже возьму один сантиметр но в процессе изготовления по линии талии вот здесь наша юбка может растянуться поэтому уместнее впоследствии замерить еще раз уже какая у нас талия получится растянется она или нет ну так как я хочу раскроить все в самом начале я сделаю просто на три сантиметра в полуобхвате больше то есть у меня 32 моя рабочая мерка полуобхвата талии плюс 1 сантиметр припуск на шов 33 и еще я возьму плюс 3 сантиметра то есть 36 сантиметров высота 6 и 8 с это детали 68 откуда она взялась еще расскажу а 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 теперь работаем с фатином беру свой фатин фатин 3 метровой ширины у нас продается сложенный в четыре слоя в рулонах вот так в четыре слоя я на раскроенный стол себе и выкладываю срез срезы вот эти по ширине я скалываю булавками для того чтобы они не ползли это делаю в первую очередь беру второй такой же срез этого же фатина и укладываю к первому то есть я ложу в 2 настила по четыре слоя вот таким образом я сейчас уложу чуть дальше перекалываю булавки и в первую очередь всегда нужно выравнивать срез нашего материала перед раскроем беру свою линейку и под линейку выравниваю срез сразу все вместе воспользуюсь маркером здесь для того чтобы вам было хорошо видно но в реальной жизни конечно или мел или мыло или специальный маркер вот такой маркер и так вот я выровняла эту линию и от нее я уже буду выкладывать крой что мне нужно сейчас у меня сейчас моя длина юбки вот здесь была выбрана 29 сантиметров плюс припуск по линии верха я заложила один сантиметр и того 30 30 сантиметров вот фатин я хочу выкроить на 2 сантиметра длине и то есть 32 я буду краить сразу по длине два слоя вместе 32 я умножаю на 264 сантиметра для чего для того чтобы ускориться в работе 64 выкраиваю 64 сантиметра и так я за кадром провела эту линию я откладывала 64 сразу в два настила рабочий расход 64 плюс 64 это мой рабочий расход плюс 10 сантиметров на корректировку 128 плюс 10 138 метр сорок убираю теперь булавки беру свой выкроенный фатин отделяю пока первый настил четырехслойный от второго беру два вот этих среза и раздвигаю их таким образом чтобы один был с этой стороны поближе краю второй вот с этой стороны вот так делаю я буду сейчас работать вот с этими двумя срезами со вторым слоем делаю тоже самое вот тут внимательно чтобы ничего не перекрутить укладываю срез к срезу и с этой стороны тоже нахожу срез и укладываю к срезу с одной стороны и со второй стороны и так оба среза я сколола здесь срез со срезом и здесь теперь садимся за машинку и соединяем эти срезы теперь здесь мы можем использовать мононить тонкую леску либо обычную нить по вашему выбору юбка будет очень пышная в обилии сборочек и вот этого шва который многих смущает его просто не будет видно не будет заметно поэтому здесь допустимо использовать в том числе и обычную нитку для обычного шва совершенно обыкновенную нитку номер 40 покупаете можно немецкую можно китайскую здесь не несет особенной какой-то функциональной нагрузки на себе это нить поэтому можно и китайскую тоже брать и пользоваться очень многие свадебные наряды шьются китайскими нитками и при этом прекрасно носят создаются на прокат я 20 лет занимаюсь прокатом поэтому я вам говорю вот в данной ситуации и использовать можно для пошива корсетов нужно использовать немецкие нитки или ленинградские а здесь при работе с фатином можно и китайскую использовать тоже также они годятся на обметку эти нитки иголку я поставила номер 70 можно поставить 80 работаю также 90 90 это толстая достаточно толстая для работы со свадебными вот такими вот тоненькими материалами 70 или 80 и нитка я уже все сказала и так прокладываю свой шов на ширину лапки но хочу обратить ваше внимание вот еще на один нюанс смотрите вот срез фатина иглу я прокалываю на пол сантиметра дальше чем вот этот вот срез вот видите я сейчас краем ножниц уголочком ножниц провожу по срезу вот вот этого среза сюда 5 миллиметров для того чтобы машина не затянула внутрь вот этот вот край чтобы вы спокойно могли проложить шов и так укладываю выставляю на машине ширину стежка три с половиной или три миллиметра что у вас получается я предпочитаю троечку троечка и натяжение нити я ставлю четверка либо четверка либо тройка на моей машине на своей машине вы должны попробовать сами сделать предварительно на обрезках фатина шов и посмотреть чтобы не стягивалась то есть что был обычный шов но без сейчас покажу без вот такой вот при посадке вот здесь по вот этим швам она нам сейчас совершенно ни к чему это будет дефект поэтому как я уже сказала я выставляю четверочку я заранее все проверила да в принципе я и так уже знаю эту машину с каждой машины может быть вот на одно деление какой-то нюанс не очень приятный первую булавку можно уже убрать не забываем делать закрепку вот здесь у нас есть на машине рычаг на каждой машине есть подобного рода рычаг для того чтобы машина сделала обратный шов это я говорю для новичков и итак я нажала этот рычаг машина дает обратный шов и до конца прошиваю один такой шов делаю и со второй стороны где у нас подколоты булавки тоже прокладываю вдоль всех булавочек по всему срезу такой же шов сделаю это за кадром также для новичков хочу сказать что ширина лапки это место от прокола нашей иглой вот вот этого места до вот вот этого края лапки то есть это не вся ширина лапки не вся вот это вот не вот это расстояние а половина фактически этого расстояния на называется мы то есть условное такое обозначение ширина лапки это расстояние от места прокола иглой вот где сейчас двигается игла вот от этого места куда у нас вошла игла до среза лапки и вот этот материал срез материала уравниваем со срезом суд этой стороной лапки у нас получается таким образом что мы прокладываем шов на ширину нашей лапки какая она там у вас 5-7 миллиметров вот на ширину этой лапки мы здесь и прокладываем шов когда мы продвигаемся двигаем наш материал мы его поддерживаем немножечко с одной стороны и со второй стороны руками не надо его тянуть не в одну из сторон а просто чуть-чуть придерживаем в конце шва как и вначале не забываем сделать коротенькую закрепку не доходим 45 миллиметров несколько стежков в качестве закрепки все вытягиваем наш материал теперь часть вот этого припуска на шов я буду срезать оставляя только один миллиметр от соединительного шва вот так и так я подрезала оба шва у нас получилась одна общая полоса длиной 6 метров сейчас она сложена вдвое вот я сейчас раскрываю ее вот так теперь мне нужно вот этот срез с вот этим срезом лицом к лицу складываю по всей длине складываю и аккуратненько укладываю затем беру утюг иду кладильной доске для ясности вопроса начинаю работу с швом да и в принципе для удобства тоже вам будет удобнее начинать от одного из швов вот припусками на шов и уравниваю вот этот срез вот 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 этот срез с вот этим срезом то есть по длине шва я сложила свой прямоугольник пополам можно весь можно часть ком тут уж кому как удобнее очень большой и расползается и здесь вот вот с обратной стороны с противоположной здесь у нас срезы здесь я с противоположной стороны заутюживаю сгиб по всей длине детали все 6 метров придерживаю пальцами заутюживаю сгиб придерживаю пальцами подтягиваю нужным образом не фатин чтобы срез один был поверх другого среза вот с этой стороны и так придержала пальцами провела утюгом придержала пальцами провела утюгом придержала пальцами провела утюгом тогда у вас получится четкий точный результат от утюжила один участок передвинула немножечко лучше всего для работы использовать утюг с антипригарным покрытием вот у меня на утюге три режима я выбираю второй если вы никогда с фатином не работали опять-таки на обрезках на обшметках проверьте выставить выставите температурный режим и проверьте как утюжить разутюживается заутюживается линия и так я всю работу выполнила все заутюжила аккуратно продвигала вот таким образом когда утюжила всю эту полосу сейчас чтобы вам показать и вам тоже для удобства в работе рекомендую сделать вот такой шаг общий общую массу вот этих сложенных как правильно сказать наших фалда чик складочек скалываю несколькими булавками для того чтобы они сейчас не развалились и поднимаю вот так вот вот таким вот образом получается у нас наша деталь пополам заутюженная теперь опять идем к машине и продолжаем работать